С начала года количество посетителей областного онкологического диспансера достигло более 19 тысяч. Зарегистрировано более 14 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. За этот период специализированное лечение получили 87% больных. Онкологические заболевания входят в перечень социально значимых заболеваний, поэтому на их лечение вделяются средства из государственного бюджета. По показателю областной онкологической больницы за 9 месяцев на приобретение медицинских препаратов и оборудованию было выделено 783 миллиона в тенге. В дневном стационаре ныне проходит лечение 579 пациентов. В Казахстане по сравнению с другими странами онкобольным помогают намного лучше. В других странах в некоторых случаях пациентам приходится самим закупать крайне дорогие лекарства, но в Казахстане такой проблемы нет. Специалистов, конечно, не хватает, крайне нужны химиотерапевты. Привлечь новые кадры в регионы и сельскую местность крайне сложно. В частных отделениях почти нет узкоспециализированных врачей. Потому зачастую пациенты, которым не удалось вовремя обнаружить рак, часто прибегают к поиску зарубежных специалистов. 30 лет я проработала в школе. Не могла я подумать, что так заболею. После того, как я попала в первый стационар к этому врачу, я даже не знала, чем заболела. Но после этого я обследовалась и начала проходить свой курс лечения. Первую процедуру я сдала хорошо, вторую, третью тоже. Была трудно, но мне стало намного лучше. Лекарства всегда были на готове, а осложнений не было. Сейчас я готовлюсь к четвертой процедуре. Думаю, что пройду хорошо ее и посмотрю, что будет со мной дальше. Чувствую себя хорошо. Рак молочной железы, шейки матки, прямой кишки, желудка, пищевода и предстательной железы являются наиболее распространенными видами рака в нашей стране. В отечественной онкологии используются современные методы ранней диагностики и лечения раковых опухолей, такие как молекулярно-генетические исследования, высокотехнологичные лучевая и химиотерапия, иммуннотерапия и органно-сохраняющие операции. Роман Черненко, Аннель Рахамжан, Павел Соловьев, Кокше, Акпарат.